Музыка Жители муниципалитета смогли рассказать о своих проблемах. В районном центре состоялось расширенное выездное заседание Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека. Перед началом встречи участники мероприятия посетили предприятие Северского района, где рассмотрели на месте жалобы граждан, а также посмотрели, как выполняются рекомендации Совета. Данные муниципалитету три года назад, на предыдущем выездном заседании. Список объектов достаточно широк. Это объекты ЖКХ, предприятия и благоустройства поселения. Делегация посетила Северский, Афибский и Азовский водозаборы. Азовский водозабор пришел в негодность еще несколько лет назад, из-за чего часть жителей станицы осталась без воды. Сейчас в районе выделены деньги на новый резервуар. Он должен появиться к сентябрю 2019 года. На реконструкции старого водозабора выделен 1 миллион рублей. Он станет резервным. Одна из наболевших проблем жителей станицы Северской – отсутствие пассажирской платформы на железнодорожном вокзале. Представители Совета лично убедились в имеющихся неудобствах. Много жалоб поступило от жителей станицы Северской в связи с закрытием Северского хлебозавода. В настоящее время хлебозавод уже обрел нового владельца. Хозяин уже приступил к выпечке хлеба и других хлебобулочных изделий. Участники выездного заседания посетили дома, предоставленные детям-сиротам, в рамках государственной программы. Квартира отвечает всем требованиям. С 2013 года в Северском районе их получили 196 молодых людей. Также делегация посетила тротуары между поселками Октябрьский и Черноморский, тепличный комплекс в селе Львовском, учебные заведения, муниципалитета и другие объекты. Пообщавшись с руководителями предприятий и ответственными лицами, все участники мероприятия встретились в зале районной администрации, где подытожили, увидено и пообщались на проблемные темы. Наша задача в том, чтобы вы здесь, у себя в муниципальном образовании, наладили взаимодействие такое, какое у нас существует с губернатором на краевом уровне и у президента Российской Федерации с Советом по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации. То есть на муниципальный уровень мы должны принести те механизмы работы, которые существуют уже у нас в стране и в крае. Помимо членов Краевого Совета в заседании приняли участие глава муниципального образования Адам Джарим, его заместители, заместитель председателя районного совета Руслан Ремпель, руководители подразделений и служб районной администрации, члены общественного совета, представители СМИ. В конце заседания выступил глава муниципалитета Адам Джарим. Понимаю озабоченность тех людей, которые сегодня приехали сюда с края и наших земляков, которые переживают за те или иные проблемы, которые существуют в нашей территории. Но если мы хотим решить вопросы, должен быть конструктивный диалог, а не где-то там за углом шептаться и потом выносить резюме, не зная нормальной обстановки дел и в поселении, и в районе. Я еще раз предлагаю, услышьте меня, люди, которые хотят перемен в лучшую сторону. Мой кабинет открыт всегда, мой телефон доступен всегда, кабинеты моих коллег и телефоны моих коллег доступны всегда. Приходите ко мне в кабинет, приходите на прием. В конце встречи Андрей Зайцев пообещал собравшимся оказать помощь в длительном и непростом процессе выстраивания диалога между общественниками и органами власти. Глава района Адам Джарим провел выездное совещание в поселке Ильском по вопросу строительства универсального спортивного комплекса на стадионе «Юность». Подрядчиком выступила организация «БМП Групп». На сегодняшний день работы выполнены на 45,8%. Ведется отделка административно-бытового корпуса, монтаж и покраска металлоконструкции, а также несущих стен самого зала. Самый трогательный и светлый праздник – День семьи, любви и верности – торжественно отметили 8 июля в Северском районе. Праздничное мероприятие «Ромашковое счастье» состоялось в Северском парке культуры и отдыха имени Пушкина. Музыкальными композициями гостей праздника встречал Духовой оркестр районного дома культуры. На главной аллее расположилась выставка лучших творческих работ детской школы искусств. Каждый желающий мог сфотографироваться в тематических фотозонах, а также насладиться праздничным концертом. На большом круге парка состоялось торжественное открытие праздника. Всех собравшихся поздравил с этим светлым праздником глава Северского района Адам Джерим. Сегодня Супружеский союз святых Петра и Февронии является для всех нас примером преданности и уважения друг к другу. Поэтому праздник, прославляющий великие нравственные ценности, прочно вошел в нашу жизнь. Дорогие друзья, от всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание. Не покидала уверенность в завтрашнем дне и успешно претворялись в жизнь намеченные планы. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, душевной гармонии и большого семейного, простого человеческого счастья. Никого не оставил равнодушным парад детских колясок. Со своими родителями участвовали в параде конкурсе и маленькие пассажиры. Взрослые постарались, не пожалели времени, сил и фантазии для превращения колясок своих карапузов в настоящие произведения искусства. Участникам веселого парада вручили памятные подарки. Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы района. По доброй традиции в этот день в актовом зале района администрации состоялся торжественный прием главы района, посвященный Дню Семьи Любви и Верности для семей, которые славятся своими устоями, семейными традициями, гордятся своими детьми и внуками. Сегодня в этом зале собрались люди, чья супружеская жизнь является примером взаимоуважения, верности и трудолюбия. Дорогие друзья, именно вы созидаете и поддерживаете те идеалы и моральные нормы, на которых строится надежный фундамент государства, складывается основы процветания и стабильности в обществе. В этот праздничный день особые слова благодарности заслуживают союзы, посвятившие свою жизнь воспитанию особенных детей, приемных и многодетных семей. Вам, как никому другому, известно, какой это огромный труд, терпение и в то же время самое большое счастье видеть, как растут дети, радоваться их большим и маленьким победам. Спасибо вам за щедрость души и тепло ваших сердец. В честь праздника глава муниципалитета Адам Джарим наградил семьи медалями за любовь и верность. Почетная награда присуждается за крепость отношений, основанных на любви и верности, за достойное воспитание детей. Семейная пара должна состоять в законном браке более 25 лет и славится среди жителей крепостью семейных устоев. В этот прекрасный день чествовали супружеские пары-юбиляры, семейный стаж которых достойен уважения и почтения. Тех, кто бережет семейный очаг с любовью и верностью друг к другу. Поздравления, многочисленные пожелания достались и многодетным семьям. Всем участникам торжества подготовили красивые букеты, подарки и концертные номера. Нет России без песен и гармонии, нет России без тренинг соломья. И в твоем ромашном моем поле навсегда оставлю в сердце я. День супружеской любви и семейного счастья в адрес присутствующих звучало немало теплых слов. Закончилась встреча чаепитием и общей фотографией на память. Бежать со всех ног, да ещё и не потерять драгоценную ношу, висящую на шее. Такая цель встаёт перед участниками чемпионата по ношению жён. Весёлые состязания прошли в финском городе Санкаярве. В соревнованиях участвуют десятки пар из разных стран. Дистанция забега – 250 метров. Бежать по дорожке мешают песок и гравий. При этом надо преодолеть водную преграду и барьер. Второй год подряд побеждают супруги из Литвы. «Преодолев препятствия, я посмотрел на часы. Я думал, что не выиграю. Но мы сделали это во второй раз». Литовцы всего на десятую секунду опередили шестикратного чемпиона соревнований Финна Тайста Метинина. «Это соревнование очень забавное, но и очень сложное. Я участвую с 1997 года, поэтому у меня есть небольшой опыт. Мне кажется, что людям нравится смотреть эти состязания и нравится участвовать в них». Соревнования по ношению жён проходят в Финляндии уже почти четверть века. С каждым годом они привлекают всё больше иностранных участников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова